Продолжение следует... Мы считаем, что власть должна принадлежать императору, царю-батюшке, и должно быть единство царя с народом, чтобы достигались наибольшие результаты. Основная наша идея – это самодержавие, православие и народность. Пусть нами руководит наш великий император. Мы все едины, один народ. И у нас должна быть своя листья, которую мы должны ставить. С западом нам не по пути. Россия – это великая страна своей многолетней истории, и у нее сложились свои особенности, которые нужно учитывать при правлении. Поэтому западный опыт нам, так кажется, не подойдет. Нам нужно сохранять свою культуру, свои ценности. Запад – у них там свои заботы. Они нам не нужны. По поводу крестьян. Ну, как бы, мы же их уже освободили, да? Но их вот больше освобождать не нужно. Там же, зачем они нам? У нас есть дворяне, как бы, крестьяне. Ну что, пусть землю пашут дальше. Они же могут отглубиться. Ну, кто-то хорошо поработает, пусть откупается. Это и его право. А пока дворяне находятся в трансовом положении, отражают лицо России. Пока мы, какие мы велики. Образование. По поводу образования. Мы считаем, что нужно расширять систему среднего образования, но только для высших классов. Так же дворям. Крестьянам зачем образование? Пашут, да пашут. Зачем грамматика какая-то? И рабочие на заводах, и крестьяне не нуждаются в таких знаниях, которые дают в школах и университетах. И, соответственно, преподавателям же будет проще концентрировать внимание на меньшем числе человека. Да и денег придется выделять меньше. Ведь когда крестьяне или рабочие учатся, они не работают. А значит, это идет в обыд. Рабочий класс. Как бы, индустриализация важна. Рабочие важны. Но увеличивать им вклад, уменьшать их рабочие дни, это такие мелочи. Все равно у нас главная сила – это крестьяне. Крестьяне – это хорошая тема. Крестьянам поддерживают. Один момент, кстати, можно упомянуть, мне кажется. Мы же не звери. Страхование надо было ввести от всяких несчастных случаев. Вот, в принципе, наши основные положения. А правда? В каком смысле народность вы понимаете? Единство народа и императора. Чтобы все ощущали себя единым целым, частью общего государства. Принадлежали к чему-то одному большому. А насчет страхования. Страхование же не бесплатное. Там же нужны какие-то деньги. Откуда у Крестьян деньги на то, чтобы страховать сейчас тут пойти всем? Они же работают. А, ну, то есть вы считаете, что у них достаточно денег на то, чтобы пойти сейчас со всем там? Я думаю, это возможно будет организовать. А каким образом? Установить соответствующие цены. Возможно, чуть-чуть ниже, чем хотелось бы. Ведь мы же все-таки заботимся о народе. Катин Заш Харатар сказал, что вы поддерживаете Крестьян. Каким образом вы в вашем степени? Я не тоже поддерживаю. То есть они как бы нам нужны. Нам не надо, чтобы они туда бегали, бунтовали. Но, как сказать, мы их любим просто чуть больше, чем рабочие. Хорошо. Что вы поняли в делах с волнениями народа, которые уже происходят? Возможно, стоит предоставить этот вопрос на решение императора. Ведь он же именно руководится именами. И он знает так лучше. Вы говорите, что не нужно образование. Как предальше вопрос о создании России в техническом плане? Говорите, что не нужно заимствование Запада. Но развиты флота, развиты армии сейчас там? Но ведь мы проводим образование для дворян, для высших слоев общества. И они как раз будут... Именно язык, которые являются любителями нашей науки, нашего прогресса. У нас сегодня вопрос не считается, что сумма в пунктах у трассы или фанкерская. Спасибо. Это было из поповеков. И это было так. И именно при единовластие Россия была греха. Так почему же мы должны принимать какие-то сомнительные политические устроения в стране? Когда рисковал, что уже работал. И при чем ни одно столетие. Если вы считаете, что это хорошо, то почему происходит полный... Почему недовольный? Потому что не все готовы принять это. Но пройдет время. Все принимают. Так что принимайте... Да, и если это уже... Вы не предлагаете еще нового, вы просто же это поставите. Совсем предлагать новое. А проблема в том, что ларуц старый уже не принимает. Может быть, есть в этом какая-то проблема? Нет? Вам как не кажется? Не так, что уже в крови, я с Ульгенем. Это входит, что начинает входить в круг. Мы ответим, что есть сработка. Ульгенем, я старый чейский. А вторая... А у нас, ребята. Мы настаиваем... Что касается государственного строя, мы настаиваем на введение конституционного начала, демократических свобод, продолжение реформ. И более того, идеально для нас считается конституционная монархия, которая, как мы считаем, способна гарантировать устойчивость и вибрить государственную власть. А это может быть достигнуто за счет ее рациональным расстоянием между законодательными, правительственными и судебными учреждениями. Что касается нужно ли заимствовать западным опытом, то, как вы знаете, в группе либералов через на два лагеря мы отставим позицию именно тату, что нам необходимо преодолевать отставание, экономическое отставание от западных стран. Чтобы это делать, необходимо перенимать опыт и проводить какие-то либеральные формы. Но мы прекрасно понимаем, что Россия – это индивидуальная страна, и мы не хотим все заимствовать Западу, поэтому все, что мы перенимаем в Запад, необходимо подстраивать и немного переделывать под нашу святую, под нашу страну, чтобы сохранить ее индивидуальность. По поводу международной политики, я надеюсь, все группы будут солидарны, Россия должна быть сильной страной, сильной армией и флотом. Мы не призываем к ческому ни в коем случае, армия и флот необходимы ей как меню для того, чтобы защищаться от этих стран. Как сейчас нашли же следы из мира борьбы за ресурсы и с кого мы не должны расставить и защищать. Что по поводу крестьянского вопроса, мы считаем, что нужно избавляться от крестьянской общины, так как правительственные залы и народы для упрощения контроля. И нам необходимо продолжить огранную реформу, облагорадовать наши территории, причем изначально необходимо строить из них там развитые отношения, а не перестраивать или изменять уже собственные крепостнические отношения. У нас гигантская страна, нам надо ее осваивать. И необходимо для решения системы среднего и высшего образования? Конечно, необходимо. Нужно проводить широкие реформы, благодаря которым произойдет просвещение народа. Если мы идем к пути создания рынка инженерного какого-то предпринимательства, то нам необходимы умные люди, для этого необходимо образование. Иначе мы просто проиграем другие страны. По поводу рабочего вопроса, мы считаем, что надо делать все к стабилизованным рамкам, сокращать рабочий день, вводить социальные нормы, социальное страхование, гарантии, устанавливать минимальный код труда. Для этого необходимо делать это резко и быстро. Достаточно делать это постоянно и постепенно. Но надо делать так, чтобы рабочим было, что теряется. Они осознавали создание людей, в которых у них будет что-то не деваться к работе, в которой они будут выделить себя. На этом все, пожалуйста, ваши вопросы. Что именно вы хотите изменить своей гражданой реформой? Что именно вы хотите уйти? Какие вообще ваши планы? Существует гражданая реформа, которая предполагает осуществление отборных территорий и, более того, возможно, отчуждение честногореческого земли в пользу христианам, не отдачу их собственность христианам, а в пользу будущих То есть пока они работают, они пользуются сибири, и помогают сам государству. Что значит вытекнуть платежи? Мы считаем, что их нужно как минимум сократить, а дальше вытекнуть. Неужели это не ударит по вашему бюджету? Неужели это не ударит по вашему бюджету? Так что, конечно, мы сэки на пределах питания перспективы к освобождению христиан, поэтому вытекнуть платежи не будет на душе. А вы уже сейчас идут такие волнения? В народе уверены, что вам хватит времени на то, чтобы сидеть и ждать пока. Какая тема была? Какая тема века мы частично скопили в инженерную систему образа инженерного образования. Не совсем скопили. Мы взяли ее за основу и изменили ее. К нынешному моменту мы имеем довольно сильные инженерные школы. Так что получилось там, почему не получится? Инженерные школы это же, опять же, для дворян логично. Крестьяне обычно не становятся инженерными и не ходят в инженерные школы, а большинство у нас все-таки крестьян. И как адаптировать, например, другие какие-то заявствования завтра? Как мы и говорили, мы будем раскрепощать крестьян и самоголовитых мы можем даже взять. А вы не забываете, что ваши вопросы должны быть улучшить вашей идеологией, а не логией? Вы просто консерваторами спрашиваете о логиками в отношениях? Интересно? Консерватор? Нет. Вы даже не говорите, что это? Да нет, почему я спрашиваю, как бы... Как консерватор? Здесь нарушение логики никакое. Мне тоже нормально. Нормально. А как вы планируете заселять малонаселенные земли? Податки земли? Свободные земли. Но есть земли, которые не пригодны для недели. Почему? Мы на северах не собираемся отправлять. Юг не заселён. Дальний Восток. Россия огромная страна, это много землепригодных для поселений. Если мы начнём сами её облагораживать, её заберут другие. Вы не считаете, что это может привести к новым волнениям? Потому что уже был такой опыт переселения крестьян, ну, за тот же за Урал, и не всем это понравилось. И так положение очень шаткое состояние, вы не считаете, что это может привести к ещё большему обострению ситуации? А вы считаете, что это можно сравнивать? Их ведь никто не будет... Нет, я спрашиваю. Это добровольные или переселенчики? Это переселение другого характера. Ну, то есть вы считаете, что люди добровольно согласятся как бы оставить насиженные места или куда-то там в неизвестность пойти? Кто-то, скорее всего, захочет. Где-нибудь под крылом помещика... Ну, я просто не думаю, что таких людей будет очень много и... Вам ли радикалам не знать о волнении? У Артёма был вопрос, но он пытается... Я уже услышал. А, у Артёма, я сейчас услышал. Ещё вопрос. Ещё вопрос. А мне можно учиться? Можно. Нейтральная позиция. Пожалуйста. Ну, если позволите, я сильно вмешиваться не буду на рассуждение. Вот любая идеология, она должна иметь социального носителя. То есть, какую-то группу населения, которая разделяет эти взгляды. Ваша группа какая и насколько она велика? Наша группа это... Некоторые поэты, учёные, в общем, люди продвинутого толка. Образованные люди. Более того, некоторые звалили, например, в федеральной позиции. Мы видим активную пропаганду, поэтому, думаю, наши ряды пополняются. Сколько их? По последним подсчётам около двадцати тысяч. Так, а общая численность населения Российской империи? Это только в столице двадцать тысяч. Ну вот. Я думаю, вы поняли, о чём я спросил. Спасибо. Ещё вопрос. Мы когда встречи глупы, мы к вам ещё вернёмся обязательно. Но уже в пленях. Николай. В общем, наша основная идея в том, что капитализм в России всегда и сейчас в основном осаждается сверху от власти. Самодержавие в России не имеет никакой социальной опоры. Ни в одном сословии русского общества его нельзя... Его... Так... В общем... Он не имеет социальной опоры. Ни в одном сословии русского общества его, можно сказать, нужно ликвидировать. Будущая страна не видит община к социализме, так как крестьяне будут воспринимать социалистические деньги к этому году. Преобразования должны осуществляться революционным, собственно, методом, с силами крестьянства и благоюдной организацией революционеров. То есть мы настаиваем на крестьянском общинном землевладении, крестьянское идее и право на землю и в целом общинного социализма, идея общинного социализма. Насчёт Запада. Мы считаем, что нам ни в коем случае не уезжают на инфляцию Запада, так как опыт Запада привёл к социализации и, во-первых, даже ещё больше, чем Россия. Насчёт нижней политики, мы считаем, что нам нужно придерживаться позиции оборончества и ничего более не требуется. По поводу земли, мы считаем, что её социализация означает, во-первых, отмену частной собственности на землю, а также, вместе с тем, отмену на государственной собственной земле. Земля должна превращаться в общенарудовое состояние без права при продаже. Во-вторых, переход всей земли в... Все земля должны приходить в обладение как местных круглым самоуправлением, народным самоуправлением, так и областных и центральным учреждениям. На встрече польза земли должно быть уравнительным трудовым, то есть обеспечивать потребительную норму на основании приложения общего труда, единоличного или товарищеского. Мы выступаем за расширение системы образования. Мы хотим сделать образование доступным для всех слоев населения, в первую очередь. По поводу крестьянского вопроса, мы считаем, что политика текущей власти, она недостаточно действенна. Поэтому мы хотим в корне решить этот вопрос, путем перестройки христианства и галактики. Как вы собираетесь отменить... Как вы собираетесь отменить право частной и государственной собственности на землю и отдачей христианами? Если христиане, не образованные люди, они привыкли просто подчиняться Господу, что это чем-то нормальнее в пределе, это приведет катастрою. Если, конечно, вы немного милкаете и у вас не будет сохраненного производства. Я сказала о том, что вообще преобразование должно осуществляться в силах христианства, не выполнения организаций и института. И в целом мы выступаем за расширение системы образования. Понятное дело, что крестьяне сейчас не встанут и не будут все-таки образованы. Ребята, давайте для Приламы сейчас все порешаем. Вы это реподируете? Прямо провести революцию и сразу будет дальше христианами, если есть какие-то... Да, ближущая сила христианства, значит, там ближущая сила христианства. А я говорю, что крестьяне люди совершенно не образованные, не готовые... Ну, поэтому им не нужны какие-то руководители операционные. Я бы не об этом сказала. То есть, вы говорите про организацию о народного самокровлениях местных и, так сказать, учреждения посылок. Ну, то есть, там будут крестьяне, а не какая-то врухожая института, которая будет руководить организацией о народном самокровлении, то есть, может ответ, какая-то сумма власть попадет в одни руки или в одни группы? Так вы же об этом сказали, что крестьяне должны быть руководимы организацией революционной верхушки. Естественно, сами они не способны решить. Ну, то есть, обмена права собственности, частные и государственные, это все что-то, да? Ну, почему крестьянские общины будут созданы, которые... Которые руководимы революционной верхушкой. Естественно, и государственные. Ну, хорошо, просто я не услышал за этот вопрос. Как вы собираетесь забрать землю у собственников и отдать ее обществу, местному самоталунию? Как вы ее любите? Революцию? То есть, просто отнять? Просто отняли? Да, а что сидеть? Что ждать? Ну, это так надо, чтобы с удовольствием родиться. Таким образом перестраивать, добывая походчику, а за себя стать. Последняя фраза, чтобы хорошо было сказано, компейсика, пожалуйста. Если можно. Таким образом вы перестраиваете. Что именно? Ну, в первую очередь, создавать областные органы управления. То есть, ближе именно к христианскому рабочей полосу. Которую выручили быть между кроватами. Что это рабочие земли? Что это крестьянами? Ну, что это революция? Дальше что? Что они делают? Работа. Работа. Хорошо. Еще один вопрос. Вы говорите, что с запада ничего не берем. Уже задавалась вопрос консервативной группе. Как решать доставание России в техническом плане? Если ничего не зависит, Наташа. Своё всё придумывать. У нас есть специалисты в России, у нас есть образованные люди. Почему нам обязательно нужно у кого-то что-то застрелять? За счёту расширения системы образования для всех. Кто будет? У вас есть интеллигенция для этого? Не хватит. Они захочут работать добровольно? Тем более, что интеллигенция будет. Может быть. Вы понимаете, что крестьянские мужчины касаются? Более того, вы действительно хотите революции, хотите страшный русский дух? Вы думаете, что мы к этому готовы уже? Сколько людей пойдёт? Мы считаем, что уже крестьянство готово к тому, чтобы сделать переворот. Потому что уже все очень долго сидят и ждут. И уже есть волнение. И это значит, что люди готовы уже пойти и своими силами что-то менять. Потому что от правительства ничего не идёт. И все сидят на месте. Как вы будете справляться с этими волнениями? Это организованные волнения. Мы их возглавим. А если они выйдут из-под контроля? Ну, так не выйдут. У нас есть план. А если выйдут? Ну, так а если сидеть и ждать. А если а если, то знаете, что как бы... У вас есть план волнений? Опыт революции в Европе был весьма-весьма плачевный. Волнение, свой контроль. У вас есть организованная... Ну, можете поговорить. Да, сейчас. Да. Опыт революции в Европе был весьма плачевным. Почему считаете, что с таким положением социальным, как у нас сейчас в России, народ готов, когда он на самом деле не готов, и он только-только оправился от освобождения крестьян? И оправился ли он вообще? Зачем нужны настолько мощные коренные изменения? У меня сегодня какая-то попытка отзеять где-то к суждениям, наверное. Это вот там, там... Ну, вы говорите о группах Юлим, а до этого сейчас говорили, что Европа впереди нас. Может, и там проют. Впереди ли Европа? Россия великая. Как вы понимаете, как он его правильно назвал? Масками. Как вы будете продать? Не сейчас он это продает? Не нравится. Не нравится. Не нравится. Ну, так может, это правда и неправильно. Да, мы по-другому не правда. Понимаете, я хочу сказать, как будет делать по-другому. Вы говорите, все умирает, все умирает, все в строке. Ну, социализм. Что это все будет? Так я же сказала, что это калекция. Как у вас будет... Земные владения, крестьянская идея права на землю. Все общее. Только идеи. Практика идея. Ну, так у вас тоже практики, я не услышала, Диана. Как такой большой системой управлять без императора? У них будет подпольный император, чтобы подавать мошенник. Нет. У нас вообще на социализм. У нас все общее. Так, не об этом. Выберите какие-то социализм. Самоуправление поймут. Если... Если вы хотите вот так просто взять и стереть... Если вы хотите просто взять и стереть все классовые границы, то почему вы считаете, что все люди будут готовы... Вы считаете... Говоря о том, что земля будет общей и все будет общим, вы подразумеваете, что одни классы опустятся, а другие, соответственно, поднимутся. И все как-то станет средним. Но люди это не примут. Даже путем такой революции они... Станут ли они принимать это вообще? Я предлагаю... Я предлагаю вам представить, потому что люди уже начались, я предлагаю вам что начать. Вот то, что Владимир сказал, мы сейчас все на этом решили отвечать. Дальше уже... Еще раз, дайте, пожалуйста, что будет... Вы говорите, что хотите сделать землю общим. Практически все общим. Это будет означать то, что одни классы поднимутся, а другие опустятся. Не считаете ли вы, что это вызовет новые волнения, которые могут казаться еще сильнее старых? Какие классы поднимутся, какие опустятся? Подясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Дворянство, как минимум, опустится, которое занимает немаловажное положение. Возможно, интеллигенция. Каким образом опустится интеллигенция поподробнее? Ну, если не должны сравняться... Сравняться должны... Вы не поняли. Общая земля у крестьян, общие заводы у рабочих. Кто куда? Интеллигенция занимается расширением образования. Все на своем месте. Ловко вы упрятали интеллигенцию. И вы их заставите заниматься. Почему мы заставим заниматься люди интеллигенции? Что вы будете делать с более высоким волнением? Вы заберетесь у помещиков землю полностью. Не отдадите им денег революции. Вы думаете, не так спокойно это вас примут? Нет. Но крестьян-то больше. Основная движущая система крестьян. А у них есть армия, у них есть деньги. Они могут купить армию, нанять. У кого? Помещиков? Вариант не более богатый, чем крестьяне. Ну так их сколько в стране? А наемников сколько в мире? А при чем здесь наемники? При чем здесь во-первых в мире? А при чем здесь наемники? Кто они? Из кого? Из кого? То есть вы думаете, что если просто забрать в одного из довольно значительного класса в нынешней жизни что-то, что им вернут, да? Они просто такие, ну окей, все будет хорошо. Движущая сила, это крестьянство. Их в разы больше и просто никто ничего не сможет сделать. Да они же тупые, сидят там, пашут свои поля. Чего они еще могут сделать? Если есть рамотное руководство... Так мы будем образовывать? Да, мы будем их образовывать. Давайте оставим такой вопрос революции и вернемся к вопросу, который мне не дали говорить, что это рассуждение. Но рассуждение пришло такло. Вы устраиваете революцию и организуете крестьянскую общину из немутых молков, которые сотни лет пахали землю, они привыкли, что они мекомандуются, они привыкли, что они ведомы. Они ни черта не смысят в политике, в экономике. Они знают, как садить картошку. Так а им не надо? В смысле как это? Они не знают, как садить картошку? Они этим всю жизнь занимались. Так я и говорю только, что ты знаешь. А тебе что еще надо? А что еще надо? Надо внешняя политика, чтобы страны не захватили. Так, внешняя политика – это дело уже не крестьянство далеко. А, то есть крестьянское самоуправление – это вовсе не самоуправление, а просто какие-то крестьянские общины. Где ты вообще услышал фразу крестьянское самоуправление? Была такая фраза? Не было такой фразы. Не было такой фразы. Не было такой фразы. Была крестьянская… О, диктофоны. Вот диктофоны. Не было крестьянской общины землевладения. Крестьянского самоуправления не было. Ну, в общем, вы организуете крестьянские общины, где они там живут в селе, и, как бы, я не знаю, что под этим стоит. Вас спрашивали, вы не ответили. Что они общая земля. Но в итоге все равно имеет какая-то власть, ими правят. Ну, естественно. А как ты хочешь, чтобы власти вообще не было? А что изменится? Да, так и что изменится? Да, так и что изменится? Нам переходите, может быть. Изменится, как минимум, вообще строй полностью. Я не понимаю вашего вопроса. Что значит, что изменится? У нас никогда не будет капитализма. Так же будет один лидер, условно. У нас ждя будет общее. Ну, как общее? Не будет частного землевладения. Не будет богатых крестьян, не будет слишком бедных крестьян. Будут крестьяны с одинаковым достатком, с одинаковыми годами. Да, но все крестьяне все равно будут намного ниже, чем другие классы. Ну, естественно, слои сохранятся. Ну, ни такого не может. Вы не хотите верно брать. То есть вы только крестьян обращаете. А вы хотите? Давайте обсудим конституционные нормы, как раз. Так, хорошо, что не конституционные нормы. Как минимум, это дает права. Хорошо. Хорошо, какие права? Право защиты, право. Право защиты, право. Право голоса. Право голоса. Хорошо. Нет, а сейчас не так? Нет. А что именно? Сейчас монархия. Хорошо, монархия. Хорошо, допустим. Допустим, есть права у крестьян. И что они будут этим правом менять? Они могут выбирать государя, какого им угодно. У государей есть смысл, им надо подмазываться крестьянам. Это им он земли. Им пока не работают, они владеют землей, они получают профиль. Так и было, пока ты работаешь, пока... Ну да, у нас дальше работают. Да, так и есть, пока люди работают, у них есть... Да, только они там чуть-чуть что-то получают в виду, а тут они получают право жить, они могут отстроить дом, планировать свое будущее. В дальней перспективе мы сейчас ведем к нормальной такой демократии. Какой демократический свободы. Понимаешь, просто мы постепенно все делаем, а не как-то путем революции. Революция всегда толкает страну назад. Мы считаем, что изменения нужны, но не такие резкие. Волнение уже начинается. Всем нужны изменения. Люди уже недовольны. Ну все хорошо. А вы сейчас возьмете, сломаете все, чем они живут. Все сломаете. А вы только вернетесь к тому, что есть сейчас. У вас есть глава, и люди все отрабатывают обратно, отрабатывают землю. А вам что-то не нравится? Так у вас то же самое. Только у нас быстрее. Только у нас быстрее. Только у нас люди не будут сидеть и ждать, что сколько-то там лет пять пока правительство сейчас было. А вы не считаете, что резкая смена курса только к большему экономическому упадку приведет? Нет, мы так не считаем. Все равно. Мы считаем, что хорошие идеи сидеть и чего-то ждать. И надеяться за то, что через Казик нет сейчас. Мы делаем реформы, я еще раз повторяю. Мы даем евре, мы даем сообразование, мы даем социальную лестницу для крестьян. Вы же понимаете, что ваши реформы сразу ничего не поменяют. И это равносильно тому, что сейчас... А ваша революция? А ваша сразу придется тому, что страну откинете на эпоху назад. Тем более, что вы будете делать с внешними угрозами? Я повторюсь, мы живем в мире борьбы за землю с ресурсами. Вы думаете, пока у вас будет... Какая борьба за землю, если земля общая? Какая может быть борьба за землю? А, 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 а. Мы придерживаемся оборонческой политике. Пока вы будете все внутри менять этот хаос, у вас революция. Революция никогда не обходилась без малой крови. Всегда погибали тысячи, сотни тысяч, возможно, миллионы. И уходили годы на то, чтобы вернуть страну к прежнему состоянию. Тем более, наша страна не обособлена от всего остального мира. То есть вы поддерживаете убийство своего же народа, пока они борются между собой, Ребята, я как раз хотел вставить ремарку. Все заметили, да, что у нас две группы фактически работают против одной. Они позволяют нам это делать и даже отбиваются. Не хотите попробовать в конь того, чтобы они перейдут? Уважаемые консерваторы, мы близки к вам, потому что нельзя в тему не интересно, потому что все вроде... Да, может, что-то менять. Все прекрасно. Дайте мне какую-то пожелать. Мы считаем, что нужны изменения, что застой тоже не нужен. Что вы будете делать со изменениями, которые уже есть в стране? Они предлагают революцию. А вы то что будете с этим делать? У вас объективные проблемы в стране. Вы не считаете, что нужно что-то все-таки поменять, нет? Все потому, что они усомневаются в нашем государе. Надо им сделать так, чтобы они поняли, что государь это вот он Всевышний. А как это сделать? Ну так надо все прекратить в восстании и сказать, вот слушайте батьку императора и все. Каким образом? Прократите. Кстати, еще подумайте, а почему они начали сомневаться в том либеральном мире? Почему все это произошло? Это все ваши бандеровцы. Не знаю кто. Это века пропаганды вашей. Пропаганда, кстати, либеральная. Ребята, у вас сильная позиция. Вы что с нее соскакиваете? Консерваторы, простите. Я нейтральная сила историческая. У вас же был хороший заход, когда вы там стояли. Постепенные реформы. Быстрые, не нужны. Вы же консерваторы, но вы же не... Мы за революционеры. Мы как раз тоже за реформы. Вот я не за реформы. Вы заметили, вы революционеров чуть не убили. Вместе. Хорошая историческая форма. Да учитывая, что за революционеров тут я походу одна вообще. Ветерватность. Пока стоит полдеть. Стоит провести реформу. Почему быстрые нельзя? Почему ни либеральные идеи, ни социалистические не подходят России? Вот отсюда зайдите. Иначе эмоции одни. Понимаете, мы не против вас. Мы просим императоров, чтобы понимать по себе. Но ничего не меняется. Вы же начали реформу. Мы же крепостное право отменили. Изменения происходят, но мы не должны менять саму верхушку то, как устроено государство. Почему? А если люди недовольны, как вы собираетесь с этим бороться? Мы будем проводить реформы, но мы не будем менять то, что уже устоялось. Так а если люди недовольны... Ну пусть они сделаны так, что будут довольны. А если недовольны императором, то это их проблемы уже. Вы же не хотите ходить от стола на проблему. Как это не императора? Это ваш народ. Как могут... Подождите, я вот это вообще сейчас не поняла. Если есть проблемы народа, то проблемы у вас. Ты копаешься. Да, если есть проблемы народа, то проблемы есть и у вас. Такого не может быть, что типа... Я тут, знаете, сам по себе. Там у народа какие-то проблемы. Они пусть там находятся, как и у вас. Это класс вообще. Мы жертвуем. Мы никого не жертвуем. Да, сори, ребят. Ну так и что? Что делать-то будем? Просто сидеть. Предлагаем ничего не делать. Ничего не делать. Что? Что? Предлагаю ничего не делать. Потому что пока вы ничего не делаете, мы будем при революции поднять. Вы же понимаете, да, что ваше бездействие ни к чему хорошему не приведет. Переходите к нам, давайте кельствовать. Переходите к нам, давайте кельствовать. На нас есть. Если позволите, у вас как-то немножко по кругу пошло уже. Можно я вмешаю свою дискуссию? И если позволит устроитель, я спросил разрешение, надеюсь, вы тоже согласитесь. А вот с точки зрения каждой группы, которую вы себе отнесли, какие проблемы стоят перед Россией в этот момент? Попробуйте сформулировать и от каждой группы отверлить. Как вы видите те проблемы, которые есть? Вот прям, прям вот вообще проблемы, которые надо решать. Недовольство народа. Подумайте именно, да. Потом охраны группы что-нибудь выступить. Чтоб дискуссия приобрела в районе, хоть новая. Напоминаю, у нас есть правила Google, чем помочь. Однозначно. Однозначно в дискуссии нет у них всяких довольных фото в жизни. Так что нельзя сказать, что это чисто либерально. Чтоб дискуссия. Точнее, как дискуссия. Хорошо. Я не знаю, что это было не так. Но слушал этот вопрос, что должно что-то изменится. И, соответственно, мы будем делать правильное решение. Если бы не было из них, то что оно не было. Как шло, так и шло. У нас ещё работали. Хотя бы не долго. У нас ещё не спалили её? Что-то можно изменить? Возможно. У нас всё нормально. Ну, можно с такой стороной. У вас есть проблема в России, проблема? Нет. Ты всегда. Ты актёр, блин? У вас оценивают. В этом решении оценивают. На фото, что у тебя есть. Не помню, я возьму, позиция всё хорошо. Ничего менять не надо. И действительно это всё. У нас есть те, кто хочет просто не будет обладать. Что у нас еще? Надо обеспечить нормальные советы, чтобы они не были. Надо обеспечить нормальные советы, чтобы они не были. Надо обеспечить нормальные советы, чтобы они не были. Ну что, есть какие-то мысли по поводу? Так, в каждой позиции консерватор, лиграл и радикал, здесь я могу сформулировать проблему. И не наоборот, это отсутствие. Потому что проблем нет никаких. Отдельный, совсем консерваторский. Артем, я радикальный консерватор. Так, Артем, в другую сторону, радикальный. Совсем консерватор, есть проблемы в России какие-нибудь? Они так и есть. Какие? Первое выразили. А так и что? Блин, я сформулирую. Нормально, свобода. Ну, смотрите, проблемы у нас есть. Соответственно, у нас начали бунтовать христиане, да? Условно. Что значит условно? Ну, в смысле, условно бунтовать. Они начали бунтовать. Условно бунтовать, это как? Они волнуются. Они волнуются, да. Ну, допустим, они будут бунтовать. Монтовать это с вами, мысли. Именно с вами революция. Ну, это же бунт. Хорошо, давайте вас слушаем. Вот, соответственно, почему они начали это делать? Много веков им было нормально. Ну, случались восстания, да? Но они затихали вполне нормальные. И, соответственно, большую часть времени их все устраивало. Соответственно, у нас недавно прошла реформа. Ну, отмена крепостного права. Формально-то она практически ничего не изменила. Все остались на том же положении. Да. Соответственно, но она сыгровала провокационную роль. Христиане поняли, что что-то можно поменять и попробовать. И начали бунтовать. Нет, но если не поняли, что они не начали бунтовать. Они не начали бунтовать. Да, и не начали бунтовать. Вот, подождите, но. Соответственно, если бы этого провокационного вброса не было, который как бы по факту-то пока ничего не изменил, то у нас бы и не было проблем. Все, дальше мирно бы продолжалось. Ну, так он случился, и нужно же что-то делать. Так как крестьяне больше всего недовольны именно тем, что платежи имеют слишком высокую цену, выкупные платежи, ну, могли бы пойти по пути уступка и понизить эту цену. Тогда наверняка волнения народа бы прекратились, и, наоборот, произошел бы только подъем боевого духа, так скажем. Вы считаете, что одного маленького уступка будет достаточно, чтобы вот сгладить все эти противоречия внутри страны? Ну, чего еще крестьянам надо? Ну, как бы да, они пока не довольны. Ну, понимаем, крестьян есть рабочие, и мы вполне можем создать им человеческие условия. То есть, ваше чувство, как и рабочие, это крестьянское волнение? И рабочие. И рабочие волнения? Да. То есть, мы делаем нормальные... Создадим мы им нормальные условия работы, соответственно, не будет и волнений. Они будут работать, получать за это плату. Так вы же говорите, что пока вы ничего не стали менять, не было волнения, все будет идеально. Пока вы решили отменить крестьян, крепостное право, сразу же есть волнение, только из-за того, как вы сказали просто. Потому что показалось так, что реально могут произойти большие сдвиги. Крестьяне заволновались. Если они начали так волноваться, значит у них все-таки что-то копилось внутри, и в любом, рано или поздно, это прорвалось, и на руке. Далеко не факт. Они же не сами начали волноваться не просто так. А как? После реформы, как раз таки. Они начали волноваться. Было, но была почва, на которой они начали волноваться. Они недовольны высокой ценой платежа. Мы занизим цену. А вы уверены, что занижение цены решит проблему? По большей части. У вас так много россиян, которые достаточно денег, чтобы выкупить свою землю? То есть вы говорите, что они довольны высокой ценой. То есть вы считаете, что высокой ценой они недовольны, а то, что у них вообще нет никаких прав, они были полностью довольны. Они жили в этом. Они жили в этом. Они жили в этом. Можно жить и терпеть. У них свобода теперь, как бы в земельном плане, в плане зависимости. Так ее еще нет. В том-то и дело, что свобода. Вы понижаете выкупную цену так, чтобы крестьяне были довольны. Когда они были довольны? Когда они смогут выкупиться? Крестьяне выкупаются. У вас нет крестьян. Все. У нас это работает. Если вы понижаете... Нормально. То есть вы... У нас нет крестьян, они налоги, больше не налоги. Вы приходите просто... Вы же сами крестьяне, у нас все крестьяне, крестьяне, крестьяне. Такие крестьяне. как бы, да, они же не уходят из страны просто. Сейчас мне нравится останавливаться на улице и движение. Потом им еще что-нибудь не понравилось. А мы не можем узнать, мы не можем знать, что будет в будущем. Революция. Подождите. Спойлеры. Революция. Революция. Вы не думаете, что не стоит останавливаться на одном маленьком сутке? Нужно делать их постепенно, но постоянно. Идти навстречу народу. Не в том плане, что, ну вот вам, пожалуйста, все, откупились, так на все же видео успокойтесь. Для начала стоит посмотреть, как сработает это. И если сработает, то нам еще будет чем-то. А вы уверены, что у вас хватит времени на то, чтобы вот так по чуть-чуть вот сидеть сейчас вот и по чуть-чуть что-то отменять? А если в какой-то момент народ перестанет терпеть, перестанет терпеть, они спрашивают, что будет, если взбунтуюсь? А ты говоришь, надо взбунтоваться. Вы уверены, что времени достаточно на вот это вот ваше? Никогда нельзя быть уверенным во времени. У нас нет времени. Вы понимаете, что крестьяне уже почувствовали, что движение можно делать, они уже не успокоятся. Так как раз эта группа идет сейчас на встречу к тому, что при изменениях, что нам тоже близко, мы хотим... это значит, что власть пытается идти на встречу. Проблемы... Может, к нам все-таки перейдите? Тогда у меня вопрос, даже с этим. Если вы так, насколько близки, что-то вас разделяет? У меня тоже можно... Разделяют устройства. Власть остается в руках Маграха. Мы реформы проводим вынужденно, а они сами их хотят. Понимаете, если вы никогда не идете на уступки народу, тогда вам придется применять силы. Если вы каждый раз при любых волнениях идете на уступки народу, это уже власть народа практически. И это уже... Отнюдь. Камон! Власть народа. У нас какой-то другой вопрос. Скажите, сейчас император, да, он хороший, но вы не считаете, что ему нужна помощь? Ему нужны умные, грамотные люди, которые будут ему помогать, подсказывать? Не только... У него уже существует... У него уже существует окружение, с которым он советуется. А если... Дворяне. Подождите, подождите. А сейчас какой год? Девяносто. 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 Ни один император и царь никогда не принимали... А, это я совсем точно. Ни один царь-император никогда не был один. Одинок в плане преобразований всевозможных. Он всегда советовался с каким-то... Император может единолично проводить какие-то преобразования. А если плохой император, что будем делать? Ни плохой, давайте так, неопытный, ладно? Да, да, ну, были уже случаи, что и не очень хорошие императоры, вы стоите за монархием, потому что вам очень хочется власти, или потому что вы думаете, что это приведет страну куда-то в хорошее положение? Нет, потому что вы просто так привыкли. Почему вы так за монархием? Оно приводило постоянно к хорошему положению, несмотря на то, что происходило. Да, Россия терпела тяжкие годы, но в конечном счете она всегда поднималась. Так почему она не поднимется и сейчас? Ты нас на карте видел, мы были вот такие, а сейчас вот такие самые. Чем волновения, которые происходят на данный момент, отличаются от тех, которые были несколько веков назад. Это суть остается... Так, ладно. Это не такое, верьте, да? Какие основные проблемы России? Ах, да, проблемы. Основные, самые большие проблемы. Наши проблемы — это закоренелая отсталость в научно-техническом плане, в плане политического строя, в плане экономики. Нам нужны реформы. Кроме того, совсем социально неравен, как и с людьми критических, с людьми, как и с людьми, как и с людьми, ну, что как раз и приводит к социальным волнениям. При постепенных реформах, при граммах постепенных реформах, мне кажется, мы не сможем сжать и идти к согласию с крестьянами. А вы думаете, крестьянин будет взять ваши постепенные реформы? Мне кажется, что... Так группа тоже говорит о медных-медленных реформах, выговорить о медных-медленных реформах. Мы говорим о более важных реформах. То есть, подождите, отмена крепостного права — это вообще не важная реформа. Мы считаем, что из вас она не доделана. Она была обрублена. А что мешало ее? Это не постепенно. А сколько будет длиться ваша реформа? Сколько лет, веков? Сколько будет длиться ваша реформа? Наша начальная программа — это дача земель-крестьянам, образовательная реформа. С образовательной реформой выросли специалисты. Вы простите, но... Вы простите, но... Я сейчас приезжаю в то, что реформы происходят в странах постоянно. Мы не живем в охранялом мире. Мы не можем все делать раз и не всегда. Меняется, меняется люди, меняется народ. Реформы же постоянные и вовремя главные. А мне через 100 лет... Через сколько лет вы хотите вести свои реформы? Сколько вам времени даже... Постоянно, но уже... И начинать надо... В 20-25 лет, когда вырастет поколение новых специалистов, страна будет совсем другой. Представляете, что за 25 лет вы сможете поменять государственное управление и так далее, да? Допустим, да. Окей, а вы не думаете, что за 25 лет там крестьяне не будут за такой долгий срок? Мы не собираемся. Так мы не собираемся, но астабель в клетке держать. Да, они передать это так уже живут в клетке без всего. Они же 1800 лет склеят. Постепенно, то есть... Сначала уменьшили, еще уменьшили, отменимы, постепенно. Подготавливали к этому, а не сваливались на этом. Им на голову, как смех. Они к отмене это крепостное право не все были готовы, простите. Так, проблемы-то начались как раз после отмены. Так они были не готовы. То есть, скажем так, реформа была не закончена. Они ждали свободы, а они не дали свободы. Они думали, что будет что-то еще дальше, постепенно, нарастая, нарастая. Но им сказали, все, теперь берем на 30 лет, теперь мы будем ждать. А ваши 25 лет ждать этого? Да, что будет 25 лет? В течение 25 лет постепенно будут какие-то изменения. Мы уже даем свободные земли. Мы не будем 25 лет, только с ней на месте ждать. Почему? По сути, мы хотим отменить отменить платежи в этом мире. Нет. Мы хотим поменять практически. Где-нибудь практически свободы. Изменить, во-первых, сам строй наших страны. И делать все не просто монархи-конституционные, монархи. Чтобы императоры как раз помогали. Да, не в перспективе наша цель это демократия. Демократия это власть народа. Мы вовсе не имеем. Мы не имеем монархи-конституционные, но не вовсе не имеем. Давайте так, посмотрим на развитые страны западные. Мы говорим, что мы не за западные влияния. Одна из самых сильных стран в данный момент, я думаю, вы не будете не спорить, страна, где никогда не заходит солнце, как в Великобритании. Посмотрите, какая, какой там страны. Все хорошо? Не все хорошо, но явно сейчас что-то не меньше. Так вот, в этом не проблема, что волнений сейчас много и нужно действовать. И мы будем действовать. Мы будем действовать, мы не хотим, мы не будем считать, как они. Мы будем действовать, но не так, как вы. Почему вы считаете, что после ваших детских перемен крестьяне станут довольны? Потому что неизвестно, что из этого получится. Потому что они получат то, чего хотят. А почему в деле шавастреболачатся? Почему они должны быть недовольны? Почему они не будут жить еще хуже, чем сейчас? Так потому что мы учитываем их желания. Если люди получают то, чего хотят, почему у них должны быть крестьяне? Они хотят не какого-то права выбора, каких-то идеологических вещей, как вы вымыслили. Ты говоришь, они не хотят права выбора, а сам только что две минуты назад говорил, что вы дадите им права выбора. А сейчас ты говоришь, что они этого не хотят. Братан, иди к нам. Что изменит вашу стройку? Смотрите, правительство сделало реформу. Довольно резкий шаг, довольно даже радикальный. Отменило крепостное право. Довольно резкий. Не закончено, но сделало. Так в этом-то и проблема. Что? Сделало. Так вот, допустим, вы тоже делаете переворот, проведете революцию. А дальше что? Волнения все равно будут, они снова будут расти. Что вы дальше программе? Откуда могут быть волнения, если люди получили то, чего хотят? Чего они хотят по вашему? Крестьяне ведь не думают о будущем. Они хотят, чтобы у них была еда, чтобы их нормально платили. Так так и будет, у них будет земля, у них будет еда. А вот именно, они получат землю и ведут прямо сейчас. Как это у нас не будет? А вы предлагаете ждать? Мы предлагаем ждать. Мы предлагаем ждать. Предлагаем ждать. Предлагайте убрать все источники дохода основные, государственные. Какие? Что вы предлагаете? Я немножко не понимаю. Для начала предлагаю. Мы предлагаем ждать. Вообще-то они платят налоги. По прежнему. Я просто, что вы говорите, что вы сейчас... Они будут работать, получать достойную плату. Потому что и система уже заботится. А вам? Ну, почему, допустим... Почему сейчас нет постойки с вами? Если она крутится? Потому что... Потому что... Нет, я имею в виду вот эти вот буферы 25 лет. Потому что у нас 30 лет состоит на месте. Как оставим 30 лет, так лучше и осталось. Так, господин Масилай, а вы еще если ребята за вас все делают? Конечно. У нас есть один вопрос. Просто пока ждем обсуждения. Заканчивается предыдущая. Сейчас. Мы параллель в принципе провели. То есть в чем-то наши позиции схожи. Только у нас реформы, они скорее вынуждены. И мы их проведем. И посмотрим, как пойдет. А у них это как... Это стратегия действия? Это да. Но может уйти не туда. У вас никакой политической программы провести. О чем с вами разговаривают? Мы даже запроводили одну реформу. В связи с этим вопросом. Они много сейчас рассказывали про образование. Вот. Про образование. Вы ничего сказать не хотите? Про образование был вопрос. Просто я говорю, я ждал пока закончится предыдущий. А вы говорите, что через 20-25 лет надо вырастить поколение. Да, образованное, новое. А на чем его вырастить, если кто их должен учить? Специалисты запада. А почему они в там поедут? Да, почему? Я думаю, что они в там поедут. А за счет живой. Да. Откуда как у нас реально? Деньги сейчас есть. Ну вы хотите снижать платежи? Хотите обучаться? Как-то да. Мы проводим платежи. Параллельно мы будем проводить реформы производства и будем идти к индустриализации. У нас будет что распортировать? Оттуда иди. Люди продолжают работать на земле и приносят доходы к государству. Кроме того, они платят налоги. Кроме того, они платят налоги. Да, но они платят налоги. Так они этим и не довольны, что у них высокие налоги и еще и тут два самокрутные платежи. У них не так денег нет, а они сейчас всем не платят. Они получают достойный платеж на свой труд. Ну так в этом и проблема, что у них налоги, у них крупные платежи. Теперь мы начали делать все переделки, откуда у вас. У вас же деньги нарушают, а мне полюбится. Вот на самом деле… Ваш странах нет. У вас уже не потраты. У вас же не потраты. Каким лицом можно селеть? Скажем так, будем любить в вас. Скажем так, у группки радикалов не найдется денег на целую страну. А у вас всего два тысяч, я помню. А у нас есть монахи. А что по мнению грандикауфа наиболее серьезные проблемы? Двергогу русского и слаженства. Скажите, пожалуйста, люди, пожалуйста. Это более серьезные проблемы, да. Что? Смелый. Что, пожалуйста, я вас пелочек поигрывается. Вы же отвечали, да? Вы меняете, я помню. А сейчас я их радуюсь. И все было, что я делаю. А вы, в классе, хотя бы не раз, и все поменяете. Они быстро все делали, они меняются. В отличие от миссионеров, они очень мобильны. Только чуть быстрее мобильность, пожалуйста. Проблема в том, что время идет, а ничего не меняется. Это главная проблема. Да, это главная проблема. Люди недовольны. Люди недовольны существующими порядками. Люди недовольны реформами, которые проводят или не проводят действующее правительство. Люди недовольны, собственно, правительством. И поэтому-то все наши проблемы. У нас первая карточка. Оно останется. Оно останется, но оно не будет выражено так сильно внутри класса. То есть не будет у нас... То есть вы только христиану разрабатываете? Почему? Да. Были рабочие, были христиане. Мы не углавливаем их. У нас... Забирайте выводник, а зайдем. Нет, у нас все христиане будут иметь одинаковые права, будут иметь одинаковые доходы, будут иметь землю, будут жилеть. Человек, который... Если человек будет доволен, то, что он умеет только одно и то же, у него хочется его спрашивать. Человек может управлять другими людьми, ну то есть он образован. Почему он не имеет возможности зарабатывать больше денег, чем другие люди? Ну так мы же не отменяем полностью классовое деление. У нас будет интеллигенция, будут рабочие, будут христиане. Смотрите, один рабочий, который спрашивает... Все-таки не отменяем. Вот они не отменяем. Они вроде не отменяем. Мы имеем в виду, что у нас не будет внутри такого расслоения между христианами и детками. Простите, все христиане зарабатывают одинаково, правильно? Да. А что если христианин более образован, более опасен? Работать больше в конце концерта? Так никто ему не мешает, пусть он переходит тогда, я не знаю, вон к интеллигенцию. Да, вы же вам христиане равны, но интеллигенция равны. Деньше стимула работать у обычных христиан. Они просто перед нами такие... Как это есть стимула работать? Кто бы сколько ни работал, все равно тебе это на руках. Кто тогда работает-то будет, если ты работаешь, у тебя есть земля, у тебя есть... Тебе за это платят, у тебя есть... У всех есть земля, у всех одинаковая оплата. Зачем мне работать? Я так халявляю, мне все равно заплатят за деньги. Мне кажется, она что-то знает. Да, 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 да. Контролок. Можно позицию? То есть, по сути, у вас все деление сохранится, и по сути, вы просто... Вы вывернете текущее общество наизнанку, и путем насилия и разрушения своей страны придете почти к тому же самому, только из плюсов к условному равенству. Стоит ли оно того вообще? То есть, ребят, вы просто власть хотите, походу, да? Нет, они просто хотят что-нибудь перевернуть. Да, мы просто... ...поксимированные. Все останется тем же самым, просто под условным равенством, но какой ценой это все дастся, не учитывается. И в конечном счете мы можем просто вернуться к старому строю. Вы сами провоцируете своей реакционной политикой. К чему вы придете-то? Как к чему? Мы поменяем все. Вы ничего не поменяете. В смысле, как это мы ничего не поменяем? Вы говорите, что мы же... Вы просто хотите устроить бункт. Так у вас что-то будет какой-то... Люди получат то, чего они хотят. Как это мы ничего не поменяем? Сейчас равная зарплата и без перспективного... Они это не равные зарплаты, они хотят хорошей жизни для себя. Они ее получат. Мы хотим хорошую жизнь для всех. Они получат условно одинаковую жизнь для каждого. Я так Trent, я наоборот... Условное старту жизни для каждого. Они получили в эти земли. ...ургий уровень, хорокости жизни. Какой бы хорошо не fallait,rum хочется больше... Они получили земли, они будут работать и зарабатывать. Кто больше работает, тот нужно зарабатывать. И Ольга в работал. Все получают равные старты в жизнь. Я так понимаю, речь идет о мотивации, если они все равны, то когда они будут мотивацией, вот я в этом. Ваши механизмы мотивации, когда все у всех есть. Они же не кинь поэты-идеалисты, они хотят всего на более реальность. У них сейчас нет идеи, они не предъявляют важнее, они просто хотят хорошую жизнь. Окей, вы такие, мы дадим вам хорошую жизнь, им не важно, что вы там будете делать, им нужно просто сейчас хорошую жизнь. Ну так они ее получат. Они получат одинаково. Они получат все одинаково хорошую жизнь. А почему они должны быть хорошая жизнь? Потому что у них жрать ничего было. Потому что у них жрать ничего было, да. Почему они должны быть равны? При бунте им будет еще есть. В плане зарплат равны. Где мотивацию будут играть, зачем они работают, зачем они совершенствуют? Зачем они работают? В данном вопросе поддержать либералов стоит, так как все получат равенство, и если они получат хорошую жизнь, Это будет стоить очень больших денег. А еще стоит вспомнить то, что русский народ, крестьянство, достаточно пьющий народ, и кто-то будет просто халявить. Я повторюсь, в данной позиции поддержу либералов. И не приведет ли это к еще большему экономическому упадку, чем до революции? Давай делать правильно, крестьяне работают и зарабатывают. Получать равный старт в их логике. Не загоните ли вы себя в еще большую яму, когда дадите людям равенство, и они поймут, что могут не делать абсолютно ничего и при этом жить хорошо. Он тоже что-то знает. При росте в качестве профессионала, в качестве... Какой-то крестьянин, растет в качестве профессионала, он больше работает, больше зарабатывает. Зачем мой профессионал? У нас все имеют одинаковые стартовые столы. По вашим предыдущим словам, у вас все имеют одинаковые зарплаты. Неважно, у вас не будет работать. Мы же не платим крестьянам. А, правильно? Да, да, да. Зачем мысли? Мы с тобой. Будь с этим. Зачем мы так? А, они работы зарабатывают, платят налоги, все нормально. Чьи налоги ставят? Это зачем христиане вам? Я поддерживаю вытекалов в этом плане. Знезавтра. Да. Вы говорили о христианском самоуправлении, что-то такое о чем вы забыли? Вы о предприятии со своей... Да блин, мы не говорили о христианском самоуправлении. Я в том, где ты это вообще взял и впариваешь вам теперь это. Мы используем приемные. Да, приемные. Ничего, ничего. Помните, есть такой прием? Приписать чего-то того, что он не говорил, а потом... Вот он, классический вариант, да? Вы видели, как она работает? Можно я помогу радикалам? Нет. Да, давайте. Я вот и все помогу. Посмотрите, очень хорошая позиция. Почему радикалы отказываются от нее? Ведь христиан на сегодняшний день, 90% населения, да? Они все живут в общинах. Община постоянно, испокон веков и до настоящего времени, в котором мы с вами живем, занимается переделом земли. Поровно всем. Это наша традиция. У нас нет ни богатых, ни бедных. Это устойчиво все. Вы разве против растойчивости развития? Люди ведь недовольны. Они недовольны отсутствием земли, которая у помещиков. И мы говорим, мы помещиков всего 1%, даже меньше. Мы у них заберем землю, раздадим крестьянам, поровну поделим. И они будут работать на этой земле. И будет хорошо всем. Вот он, социализм. А общинное самоуправление вы за это запомните. Это их идея была радикальная. А чего я помню? А я сейчас плаваю. Вот попробуйте нам что-нибудь на итогу разить. Скажем так, устойчиво рост не равно революции. В смысле? А как мы берем? Когда мы берем землю помещен, без земли от земли. А как мы берем? Мы без революции не сможем ничего поменять. Мы не сможем ничего поменять, а без революции. Мы не знаем, что меньше хватает земли птичан. Потому что чего? Это невозможно, что нам получить землю. Это не так быстро, но сами за него раздевались. Сумасши. Они не должны быть властью. Они могут быть властью. Она не властью. Разумеется, если резко отобрать у них где-то, они могут быть властью. А как они не вездают? В принципе, помещение будет довольствовать. Да, если вы будете с ним властью. Это тоже вопрос креста. Они всегда жили на своей... Мы в итоге придем к этому мы тоже. Потому что мы делаем все постепенно в реформу, внедрение властью. Вы делаете все путем властью. Ага. Вы хотите просто выбрать эту реформу, вы сможете заставить помещику отдать. Понимаете? Я уверен, что это очень хорошо. Понимаете, что помещики еще так же могут поднять свой бум? Я не могу поднимать его в туалет. Так, если вы будете отлично выбрать эту реформу. А у вас его не поднимут. Ее у них выкупят. У нас все возрасте. А вы хотите просто выбрать? Такую большую сумму, как полагалось изначально, вот ими, но выкупят. Вы хотите выкупить землю помещу? По себе, да. Они получат эту землю. А крестьяне будут сидеть все это время, сложа руки, и ждать, пока они смогут выкупить землю помещу? Они будут сработать, зарабатывать. А, точно нормально. Да, да. Да, да. Нормально. Нормально. Если кто-то, возможно, уже выкупил эту землю. Уже. Все. Параллельно мы еще сходим. Ничего раньше, так сказать, в армии позже. А то я по жизни не помежал. Помещи будут меньше угнетать. Они будут иметь больше профита со своего труда, пока мы отбираем землю помещи. А помещи, а помещи не будут ничего делать? А что они смогут сделать их один процент? Так вот ты. У них есть деньги, где могут себе купить наемников и пойти просто против вас. Мы говорили о интеллигенции, о дворе акции, а не помещи. Так вот в этом и смысл. Что они смогут сделать? Зачем мы будем ждать 30 лет, если сейчас можно разом все поменять? Почему? И власть... Ну сколько? Ну 25. У вас есть страны, у вас нет централизованной власти, пока вы все это переделали. По сути, у вас есть страны, у вас нет централизованной власти, пока вы все это переделали. Так вот, давайте создавать ради смены. Ваши новые... Как это иметь? Как это иметь? Ну, красавица, у меня есть, что нужно менять? А зачем нам переписывать монархи? Что нам надо? Что дать и создавать новую? Зачем вам-то нужна монархия, если вы хотите... Да, для чего вам тогда нужна? А зачем мы ее убирать? Вот! Ваши человек! Давайте, давайте! А я не знаю монархия, как у вас. Это целая монархия. Зачем он вам нужен? Вы можете вместо него, не знаю... А чем лучше просто... Постепенному придем к этому, по всей мнению. Постепенному хотите рост сверхмонарков? Нет. Что? У нас есть монархия. Неограниченную власть монархия. Делаем конституционную монархию пара. А в смысле это вообще монархия закрепила по приличной власти? Почему нельзя просто создать конституцию и сказать, вот, христиане, живите по ней и... А куда монархия? Да я не готов к этому! Так у вас встается... Денис! Денис, у вас встается монархия. Христиане читать, писать не умеют. Как они тоже сейчас наклонятся? Плюс у вас встается управленец, вы его называете по-другому. Вы хотите выдавать, чтобы сменить название? Человек. Чтобы сменить систему? Ну, по-моему, не эти названия. У вас сейчас вверх полная монархия, вот в этом... Еще раз. Кроме, республика и так далее. Еще. Говорите... Вот смотрите, здесь тоже интересный момент. А мы зайдем в другую сторону. Грымская война показала, что Россия отстает. Да. Ее разгромили. Следовательно, новая война – это война механизмов, это война паровых кораблей, это война железа, дальнобойных орудий и так далее. Россия отстает очень серьезно. Нужно развивать технологии. Следовательно, используя опыт Запада, в том числе Англии, я согласен, выбирал хороший, нашли для себя пример. Там главное – держаться на частной инициативе, на частной собственности. Люди, владеющие частной собственностью, более эффективно работают. Ваша идея – все поровно поделить. Хорошая, стабильная, но неэффективная. За счет чего вы будете развиваться? В первую очередь, за счет физического образования. У нас такая хорошая интеллигенция в стране. Вономake – стабильная… Вкомнатель – стабильная, да? Мы хорошо проведем против фургийскогора. Через фург queгу… Легко с этого… Монарх такой антигент. То есть самая сильная позиция у либералов. Никто поспорить не может. С чем именно? Как догонить? Зачем плавиатику Запада? Мы сами в Санкт-Петербурге. Как плавиатику Запада? Да, возможно сделаться немножко резко. Но тем не менее страна поднялась. Если у нас у всех все хорошо, если в стране все стабильно, то почему мы не можем развиваться? В стране не все стабильно, в стране не все. Мы предлагаем сделать стабильно. Давайте сделаем стабильно. У нас тогда будут хорошие учеты. Революция не приводит к стабильности. В этом-то и смысл. Как это революция не приводит к стабильности? В смысле? Мы поменяем все. Мы сделаем общинный социализм. У нас будет в стране стабильность. Община социализма. Вы вообще негодяи, революционеры. Мы хотим прийти к общинному социализму, правильно? И за счет чего мы не рады? Эй, это вы уже не рады! Нет! Общинный социализм это... У всех все хорошо, в стране все стабильно. Только мы отстаемся. Что вам не нравится? Мне не нравится то, что крестьяне и дворяне у вас равны. Сейчас не спит вашему суждению. А, Втём, если кто? Вы понимаете, что вы... Все равны, что же им дошло. А, Втём, вы приклады, что понимаете? Так вот, она решится, как только стране станет все хорошо, все стабильнее. За счет чего будет развиваться экономика? За счет чего будет развиваться экономика? Вот за счет чего будет стабильнее, там подумай. Все сломаем, потом думаем, да? Все сломаем, поставим шалаш и потом устроим. Так вы тоже. Потому что наши аргументы действенные, а ваши... Потому что дальше вы не можете прийти к контраргументам. Как вы на лекции говорите? Как есть? Я просто не понимаю, в чем проблема. У нас в стране все хорошо, все стабильно. Мы можем развиваться, у нас есть условия. За счет чего развиваться? За счет того, что у нас в стране все стабильно. Так все стабильно. Это застой. Есть интеллигенция, которая способна на то, чтобы... Вам что показало Крымская война, что наша интеллигенция не способна? К сожалению, в чем здесь крымская война интеллигенция? Мы не стоим в техническом плане. А интеллигенция тут причем? Она не настолько сильно образована, она не сможет обучить все страну, чтобы мы резко стали... Ну вот, а вот на чем вы собрались развиваться-то? Как раз таки, если интеллигенция не способна. Мы как раз хотим образовать. Помогу теперь консерваторам. Секунду, еще одна. Консерваторы говорят, что мы начали очень долгую и продуманную реформу по отмене крепостного права. Помещики получили от государства большие суммы денег на развитие своего хозяйства, товарного хозяйства, которое работает на развитие России. А государство получает от крестьян выкупные платежи, концентрирует деньги и направляет ее на железные дороги, на строительство заводов. Так мы молодцы. Вы где деньги будете брать, если нашу реформу вы прекратите? Проблема в том, что народ сейчас волнуется и консерваторы... Вопрос ко всем из позиций консерваторов. Вы, либералы, хотите реформу эту перераспределить, вы хотите революцию, вы где средства? Не надо помогать соперникам. Да, 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 молчу. Всем помог. Отвечать по-своему. Вам вообще очень сильно лезет декарь и встреча по факультету, вам помогает. Вот здесь, что происходит. А, вот она, садуровство двух факультетов в москоправлении. А, ну да. Вопрос от декарь и встреча по факультету. Из города Томска. Мы просто дворянских помещиков у них отберем и будем этим пользоваться. А, ну да. Мы просто расслабим и все. Нормально, да? Вот она. А там надо поделить. Да, да. У нас все лучше. А как же доходы? Доходы доходы. И как раздельно? По филосарту капиталу раздельно. На момент текущего времени помещики уже положили? Получили эти суммы? Да, конечно. Да, с девяносто первого. Они сразу же получили. Да, конечно, с девятого. Мы, в принципе, по крайней мере ничего не меняем. А с прежним остается на самом деле. Да, они уже начали развиваться. Мы начинаем реформы. И как бы пока что мы... Ну, мы мгновенно все никак не уберем. Потому что мы революции не устраиваем. И так что доходом от них поступают. То есть вы союзники консерваторов? Мы в чем-то союзники. У нас все идет. У нас корни отлично есть, но мы параллельно ведем по общему пути. Это не только единственное противоречие этой государственной истории. Все остальное они... И способ проведения реформы. Скорость реформы, да. А, все остальное. Причину проведения. Я там задам ради николы. Против радикалов. Плохо шить, а радикалы. Ибо мы за гуманное развитие страны. Это не Фомдяна. Мы не этого еще не знаем. Здесь посмотрим. Ну, что хорошего? Давайте так, возможно, если все пошло по-другому, то было бы все по-другому. Не знаю, но так не пошло же. История не термина, подбегательная. Постой, мы сейчас в 19 веке находимся. Да, в 19 веке не знаю, что пойдет. Мы слепым, мы не знаем, что дальше. Мы сейчас с вами стоим через 30 лет, а через 100 лет, да? Так, так, без поделев. Получи 100 лет. Это ровно через 100 лет. Ну, я понимаю, что основные вещи уже были проговорены. Подводим, давайте по итогам. Ну, во-первых, стоит сказать, что... Две разных группы ушли в совершенно разную плоскость. Это здорово. Это значит, что каждый из вас не просто повторяет слова найденные в Википедии, в учебниках, попытка переосмыслить. А если мы их объединяли, действительно, там консерваторы, либералы просто пилились с радикалами, это было. Там совершенно были совершенно другая фразеология, совершенно другие проблемы были лидерскими. Там постоянно их звучало слово расстрелять. Здесь я как-то чувствовал, слово как-то за скобками. А там открытым терпом, все, кто не с нами, ну, немножко убьем. Здесь как-то радикализм, короче, более умеренный. Хотел, наверное, просто об этом вас не спросить. Наверное. Хотите вырастать? А основные вопросы, которые мы обсудили, Невдя и Денисович добавлял, действительно, это то, что обсуждалось тогда, вопросы, которые действительно вызывали полемику, дискуссию. И вот то, что мы здесь собрались за кругом столом, это означало, что мы смогли под дискуссиным путем, потому что я вас сюда привнул, смогли посадить за стол переговоров и попытаться только услышать. А главная трагедия тогдашней России, что вот такого стола переговоров не получилось. То, что потом было создано в Государственной Думе, она оказалась, во-первых, поздно и маленько не тем столом, которое удалось. У вас получилось уже больше, чем у первого русского парламента. Мое мнение. Наверное, потому что вы все-таки уже чего-то выше знаете, на самом-то деле. А у вас этот опыт и есть, и вы так-то иначе все прикладываете к этому. А у них не было, они не знали, чтобы было семнадцать углов. И чем он закончится, особенно. Поэтому всем молодцы, одна и масса работала в Юн, на местах. Можно еще, прежде чем оценки, я сегодня полноценный участник вашей группы. В целом молодцы. Искали аргументы, слышали друг другу почти, что не всегда удается добиться. Но немножко перебрасывая мостик из прошлого в настоящее. Главное, что бы мне хотелось, чтобы вы вынесли с этого занятие, что всегда перед государством стоят какие-то проблемы. А что такое проблемы? Проблема это когда что-то очень сильно надо, без чего нельзя. И в то же время это практически невозможно. И вот сейчас нам тоже нужен очередной рывок в технологическую революцию. Мы же тоже отстаем. И как-то надо этого достичь. И есть куча сейчас тоже мнений. От радикальных, либеральных, охранительных. А может ничего менять не надо, может давайте границы закроем, да? Или нет, давайте демократию, или нет, давайте революцию новую, да? Ну, наверное, тоже сейчас слышите подобные моменты. А прошло сто лет, даже больше сто лет. И вот все-таки мне главное, чтобы вы видели, что не так просто. То есть у сложных проблем нет простых решений. И сегодня вы в этом убедились, мне кажется. Все, это моя ремарка. Все, спасибо. Продолжение следует...